Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня у нас в гостях традиционный гость, я не знаю, Леонид Севастьянов, но уже который раз у нас в студии, очень рада вас видеть. Нашумела ваша статья в «Новой газете». Хорошая статья. После нашего эфира мы дадим еще раз ссылку на эту статью, чтобы наши зрители могли прочитать ее, посмотреть ее. Пару слов хоть скажите. Давайте начнем с поздравлений. Все-таки необычная ситуация. Глава «Новой» получил Нобелевскую премию мира. Надо поздравить человека, его уже много раз поздравляют. Мне кажется, что не просто главный редактор получил эту премию, а в его лице, наверное, весь коллектив «Новой газеты», в том числе пишущие люди. И в этом смысле я тоже себя чувствую частью этой премии. И поэтому для меня это тоже очень знаковое и важное событие. Ну, государство как бы постаралось замять это дело. Хотя, если бы кто-то из госчиновников наших получил там президента, или кто-то, трубили бы еще не один месяц. Ну, в принципе, сама премия, премия мира, это самая почетная премия Нобелевская, она всегда присуждается правозащитной деятельности. И, соответственно, конечно, было бы странно, если бы ее присудили кому-то, кто не является правозащитником. В этом ключе понятно, что государство будет замалчивать, так сказать, тех людей, которые выиграют эту премию. Так как всегда эти люди находятся не в оппозиции, но хотя бы в какой-то такой конструктивной критике по отношению государства, по отношению к системе. Можно так сказать, что новая газета — это вот последний глоток свежего воздуха для правозащитников? Вы же видите, закрывают все и всех. Ну, мне кажется, что на самом деле не только газеты, на самом деле вот наш стрим является тоже в каком-то смысле свободным. Любой человек может его посмотреть. В этом смысле интернет, свободный интернет — это основная сейчас, так сказать, надежда для правозащитников, для людей, которые живут в какой-то хорошем смысле оппозиционной деятельности, то есть конструктивной критики. Поэтому пока жив интернет, есть надежда, что альтернативные голоса будут звучать. Хорошо. К статье, к вашей газете, я зачитаю, наверное, уже в конце часть вашей статьи. Государство должно перейти от политики ограничений, а то и прямых гонений, к политике лейберализации своих отношений со всеми религиозными группами. Вы сильно подняли этот вопрос. Вы тоже правозащитник? Старобряйцы правозащитник? Ну, я правозащитник в силу как раз своей веры старобряческой. Дело в том, что староверы всегда были ориентированы на правозащитническую деятельность, прежде всего в области религиозной свободы. Об этом мало говорят, но на самом деле это факт, что именно староверы через свои лоббистские возможности начала XX века они даровали на самом деле свободу вероисповедания в России в 1905 году. Они вошли в первую революцию через свою, так сказать, деятельность в области свободных СМИ, через какие-то свои контакты. Они добились того, что царь первым манифестом вот этой революции сделал свободу вероисповедания. Причем это манифест очень либеральный, если даже для нашего времени считается очень либеральным. То есть, свобода давалась всем конфессиям, всем религиям, независимо от их даже политических воззрений. Ну, а вот сегодня, вы описываете, вы подняли ряд вопросов от свидетелей Иегова, запрещенных у нас, до каждый месяц приносят сюрпризы. Тех запрещают, там еще кого-то запрещают, еще кого-то запрещают. Да, я вот даже и про саентологов говорю о том, что... Их библиотеку закрыть нам. Да, и считаю, что это совершенно неправильно, потому что государство, современное государство, оно должно мобилизовывать людей к какому-то творческому, креативному проекту. Вот, соответственно, запрещая человеку верить так или иначе, государство его также как-то репрессирует в области его творческих потенциалов. Люди пытаются уехать, люди уходят в какое-то подполье и, соответственно, не приносят в итоге никакой пользы государству. То есть государство, как прагматический институт, именно государство, оно должно всего лишь стимулировать своих граждан к творческому процессу. И любой в этом смысле, любая рестрикция в области веры человека, она мешает этому процессу. Это то же самое было как раз со староверами. Староверов, когда всячески, так сказать, преследовали, они уходили, другие страны уходили в леса, на горы. То есть, как бы, соответственно, государство меньше получало, в том числе в казну, меньше получало, так сказать, налогов и так далее. Вот, как только государство дало свободу вероисповедания, сразу же произошел бум экономический в России. Потому что люди, когда видят, что государство относится к ним, люди любой веры, когда видят, что государство относится к ним так же, как и к другим вероисповеданиям, они становятся более лояльным государству и становятся более творческими. Тогда вы, кстати, не отвечаете на этот вопрос, зачем нашему государству сегодня все это нужно? Запрещать, запрещать, запрещать. Ну вот мне тоже это не совсем понятно, потому что, допустим, если мы говорим про тех же саентологов, то есть, как бы, им в начале 90-х годов государство дало, так сказать, статус религии. То есть, это уже другой вопрос, там, является религией это или нет. То есть, это как бы область, можно сказать, метафизически, да, но мы говорим о правовом, так сказать, регулировании. И вот в начале 90-х им был дан этот статус. Соответственно, выросло целое поколение людей каких-то, да, то есть, русских граждан, которые придерживаются этой религии. И в какой-то определенный момент государство им говорит, нет, вы не религия, нет, вы вообще запрещены, да. То есть, а они русские граждане. То есть, опять же, я повторяю, это не вопрос, правильно люди верят или неправильно, да, это вот вопрос именно юридического регулирования. Вот граждане этой страны верят так. И они не могут поменять, я просто по себе знаю, да, что такое религия. То есть, религия, это даже не приверженность какой-то партии или какому-то там строю и так далее. Религия, она всегда находится в более, как сказать, глубоком части человеческой психики. От религии мало людей просто так отказывается, да, то есть, как бы они даже могут внешне отказаться, но внутренне будут продолжать верить в это. Вот, поэтому мне кажется, здесь совершенно с точки зрения юридической правды, совершенно неправильный подход. То есть, государство должно нести ответственность за свои решения. То есть, если оно признает, на каком-то этапе признало кого-то религию, то есть, они должны понимать, что уже есть приверженности и граждане. Мы не говорим там про граждан других стран, да, но вот их граждане, которые придерживаются этой религии. Вот, соответственно, что им сейчас делать, да, если вы запрещаете, что они, они не могут просто перестать не верить, да. То есть, что им нужно делать? То есть, эмигрировать, то есть, я об этом и говорю, да. То есть, как бы вы запрещаете религию без ответа. А дальше, что люди должны делать? Что все уехать к стране, к примеру, да, или уйти в катакомбы, или должны организовать новую организацию, да, к примеру, там, с другим статусом. Но, опять же, это должно быть подсказано, сказано, вот. Плюс, если... Есть люди, медиаторы, которые подсказывают государство чиновникам, не знаем, кому подсказывать сегодня, кроме президента. Ну, вот, в том-то и дело, мне кажется, общественное сознание, то есть, как бы, какие-то, так сказать, общественники, и в том числе ученые в области религии, в области исследования религии, как раз должны об этом говорить, в том числе, вот, и мы этим занимаемся, да. То есть, как бы, показывать какие-то пути решения проблем. Вот. Если мы говорим, допустим, опять же, про тех же саентологов, да, ну, там, вот их запретили, но вот так вот, если посмотреть, то есть, они никак же не отвечают, да. То есть, мы говорим, что это вот там какая-то страшная секта, да, там, сеть мировая, да. Но, если посмотреть, они совершенно, вот, там, их как-то преследуют или запрещают, то есть, ответа никакого не было, да, и нету. То есть, на самом деле, люди в итоге достаточно мирные по отношению к государственным структурам. Ну, запрещают за мысли. Вы вот последнего упомянули о ситуации с новым поколением следяем. Тоже за мысли, за какой-то его манифест, там, новый, вот этот, мировой порядок, там, какие-то, не знаю, читали, читали. Ну, понятно, там все на лозунг, там ничего нет такого. Да. Как, ну, с моей точки зрения, наверное, у государства другое. Ну, я о том же, вот, о чем я тоже говорил и там, и в других докладах, то есть, религия, это вещь намного сложнее, чем политическая организация, да. То есть, если люди во что-то верят, даже ошибка их лидера, она не должна приводить к запрету, так сказать, адептов. Вот, к примеру, то есть, эта проблема, она существует не только там в каких-то нетрадиционных религиях, ну, и в самой, там, русской церкви, ну, к примеру, там, отец Сергий Романов, да, которого арестовали, посадили, вот, лидер монастыря, лидер какой-то группы внутри РПЦ, вот, верил так, то есть, ошибочно, не ошибочно, это другой вопрос, да, как бы. Ну, в статье вы, кстати, выступили апологетом РПЦ. Ну, как бы, вы достаточно здраво пишете, что 30 лет государство давало все преференции одной конфессии. Вот это о том же, да, вопрос, то есть, это, опять же, вопрос к тому, от чего добиваются государства. Они поправдали или не поправдались? Нет, ну, вот это как раз, да, то есть, государство, поддерживая ту или иную религию, оно должно иметь какой-то прагматический подход, да, потому что государство, оно всегда, так сказать, ну, стоит над схваткой, скажем так, да, вот, она не должна занимать какую-то позицию именно внутри, так сказать, общественного дискурса своих граждан, вот, и продвигая ту или иную, в данном случае, динаминация, она должна преследовать какую-то определенную цель, да, если целью является развитие страны, если целью является продвижение традиционных ценностей, в том смысле, чтобы люди начали реально рожать, чтобы меньше было абортов, меньше было... Слушайте, ну, это дорога с двухсторонним движением, значит, что-то РПЦ обещала, мы там повысим рождаемость, мы эти скрипы... Ну, здесь же, знаете, обещать, обещать, это, как говорится, не значит жениться, да, то есть, как бы, если люди умные, они должны уметь анализировать, в том числе, обещания, то есть, какие есть реальные возможности обещающего, да, то есть, какие есть возможности в плане влияния, в плане какой-то, я не знаю, там, каких-то методов, технологий и так далее, вот, и в данном случае, конечно, мы не увидели должного, да, того, что обещали, вот, как бы, все надеялись на то, что вот именно влияние церкви, оно приведет к какому-то буму рождаемости, там, буму, я не знаю, творческого, так сказать, рассвета страны и так далее. Вот, и поэтому мой взгляд, государство должно на самом деле помогать всем гражданам комфортно жить в этой стране, независимо от их вероисповедания, и тогда мы увидим как раз и бум рождаемости, и бум творческого, так сказать, развития, то есть, опять повторюсь, что гражданин, когда чувствует себя свободным, гражданин, когда чувствует, что государство его не предследует, он и рожает, и творит, и делает все на благо государства, да, то есть, ну, это, какие общие банальные законы природы, да, грубо говоря, когда животные сами, их никто не трогает, они начинают размножаться, да, как только мы их начинаем вырубать лес и всячески там преследовать, да, понятно, что популяция падает. Это такая ситуация, что с одной стороны государство там в лице нашего президента дало это, а с другой стороны, он же как сотрудник известной службы, он же знает всю подноготную на каждого из них. Может ли наш президент доверять тем митрополитам, епископам, если у него доклады на каждого из них, чем занимаются, когда занимались, вся их вот эта та деятельность, которая... Не, ну, конечно, я понимаю, что спецслужбы наверняка они осведомлены, да, то есть, как бы и очень хорошо осведомлены, так сказать, о деятельности не только, так сказать, каких-то организаций, но и частных лиц. Вот, и здесь, опять же, я заканчиваю, так сказать, свою статью тем, что мне ставлю вопрос, да, то есть, мне не совсем понятно, да, вот, как бы логика рестрикции в отношении религии, потому что, на самом деле, если мы добиваемся, там, какого-то расцвета страны, это как раз путь в обратном направлении, да, вот, я для себя ответа не нашел, потому что, на самом деле, в государстве, как наше, российское, да, где живет огромное количество народов, культур, в том числе и религий, мне кажется, это не совсем правильно контролировать, так сказать, религиозную деятельность граждан, потому что религиозная деятельность граждан, она, на самом деле, всегда мирна, если ее никто не трогает, да, и религиозные деятели, ну, и вообще люди глубокой веры, они, наоборот, всегда отличались какой-то больше миролюбием по отношению, так сказать, к людям неверующим, да, то есть, вот говорят, что атеизм вот такой миролюбивый, то есть, ну, как раз большевизм показывает, что атеизм и другие режимы, так сказать, коммунистические, атеистические во всем мире, да, они показывают, что как раз атеизм и большевизм являются очень агрессивным, вот, а религии, они, на самом деле, достаточно миролюбивые, вот я просто как пример привел, да, вот запрещенные даже религии, вот, казалось бы, совершенно нетрадиционные, вот, они в своей деятельности достаточно миролюбивые и не отвечают, вот, как какой-то агрессии по отношению к государству, это так же, как и староверы, то есть, их гнали, сжигали, но мы не видим ни одного примера, где был бы реальный ответ агрессивный по отношению, там, какой-то террористический, или еще как угодно назовите, по отношению государства или к органам власти, то есть, они могут отходить, они могут не вмешиваться, но нету верующего человека, как бы, агрессии, да, реальной, вот, поэтому, именно поэтому мне не совсем понятна, так сказать, логика, вот, на мой взгляд, это, знаете, я вот помню своего отца, он тоже был, так сказать, очень таким деятелем в области правозащиты во времена, даже сталинские времена, вот, ну, уже, это было, я его спрашивал, был маленьким мальчиком в середине 80-х, вот, и я ему говорю, пах, а какая религия самая плохая, ну, как бы, по-детски, да, вот, и мой отец, он ответил, говорит, что нет религий плохих, то есть, самое плохое, это атеизм и безбожие, то есть, если человек реально верующий, то есть, он не может быть плохим, вот, плохой человек, это реально человек только без всяких ориентиров, то есть, без духовных ориентиров, вот, в этом смысле, я вот тоже придерживаюсь этой, как сказать, мысли, что религиозный человек, он не может быть по своей сути плохим, то есть, человек ищущий, человек, находящийся в поиске, даже исповедуя какие-то свои собственные религиозные воззрения, вот, он, по сути, не может быть плохим, потому что у него есть какие-то кодексы свои, какой-то моральный кодекс, какие-то свои ограничения и так далее, вот, поэтому я считаю, что, конечно, религия должна, то есть, государство должно выстраивать правильную коммуникацию с теми или иными религиозными группами, то есть, объясняя им правила, показывая им какой-то вектор развития, помогая им, а не просто запрещая, запретами ничего не решишь, то есть, вы запрещаете, люди идут в катакомбы. Давайте на сто лет назад, в 20-е годы, государство сначала протестантов, старообрядцев, взяло себе в полок попутчески, коммунистическое, атеистическое государство, артели, всякие коммуны христианские были во всех, вплоть до толстовцев и прочих, огромные, все росло, известный факт баптисты создали свой комсомол, что было более привлекательно, чем комсомол, где бухают, где беспорядочные половые связи, ну, калантай и все эти известные после революции. И вдруг государство осознало, что мораль у религиозников намного выше, трудолюбие намного выше, любовь к родине и финансы от них намного выше, и тем не менее, они плюнули на все, начали уничтожать и создавать свое нечто, запретили там все, вот это секс, там вот эти революции. Ну, мне кажется, процесс был немного похож, в каком смысле, что государство мыслило... Похож сегодняшними днями? Ну, в чем-то, потому что государство мыслило, возможно, как раз идеологию большевизма, видело как такую религиозную идеологию, да, то есть все равно большевизм, он был как бы такой вот религиозным движением, вот, и атрибутика у них вся была религиозная, и в этом смысле в какой-то определенный момент они поняли, что другие религии являются их конкурентами, да, и другие религии, они не подтвержены вот этому, как сказать, может быть, какому-то, так сказать, вертикали контроля, вот. Вот, но в данном случае, если мы говорим о современном государстве, да, то есть как бы, то есть все равно большевизм, это была идеологическая вещь, да, то есть как бы люди, ну, взять того же Ленина, то есть который жил по Марксу, который говорил, что движение, то есть как бы мысли Маркса правильные, потому что они истинные или как так, то есть это полная, как сказать, идеология, почти религиозно, то есть как бы человек верил Я верил в истинность, не в логичность, а в истинность, это как бы религиозный подход. Соответственно, сейчас государство, мне кажется, более прагматично, в том смысле прагматично, что, грубо говоря, купи-продай, нам нужно развить страну, нам нужно добиться какого-то роста ВВП и так далее, влияния и так далее. Поэтому я как раз не совсем не понятно, почему современное государство, пытаясь именно с точки зрения прагматики развить страну, идет по линии как раз большевистского зрения, которое привело к какому-то развалу как раз страны. То есть прагматик, он не должен быть идеологизирован, прагматик, он должен видеть цель и мотивировать своих граждан на движение к этой цели. Сейчас у них, наоборот, не большевистское, не коммунистическое мышление, а прагматическое, капиталистическое. И они смотрят, с кого можно получить деньги, что свидетели ИГО получат, не знаю. Про мормонов вы пишете немножко, про бизнес, про все. Посмотрите, их никогда не трогали и не тронут. В 90-х годах, я помню, кажется, генерал Лебедь однажды заявил, развелись там секты, мормоны всякие. Ровно через неделю он извинялся. Потому что Россия получает кредиты во всемирном банке, а там стоят мормоны везде, во всех управляющих структурах везде. Их не трогают, никогда не трогают, мне кажется. Но если мы говорим про деньги в виде, я не знаю, каких-то дотаций. Ну что, с вас старобляться получше. Но здесь, если в прямом, так сказать, в прямом, как бы, таком отношении, то да. А в косвенном, если вы пытаетесь, чтобы человек был лояльный, работал и платил налоги, я об этом. То есть, как бы, если мы реально думаем о развитии страны экономически, что должен быть прирост населения, должен быть прирост экономики и в том числе налогов. Вот. В этом смысле, я считаю, что нужно людей мотивировать просто, как бы, не вмешиваясь в их личную жизнь, в их личные верования. Вот. То есть, не обязательно, как бы, думать о прямых каких-то дотациях или прямых возможностях там что-то состричь, да? Но вы думаете в будущее. Вы не допускаете той мысли, что сегодня в государстве, государство управляет все именюточки, которые сегодня, здесь и сейчас, получить прибыль, обзавестись где-то чем-то. Понимаете, вы говорите о том, что надо смотреть в будущее. Люди должны платить налоги, люди должны быть честными, создавать предприятия. Может быть, сегодня это не выгодно. Ну, мне сложно судить, да. Я все-таки, так сказать, не вхож в эти круга, да, кто управляет государством. Я об этом говорю. Но в любом случае, с точки зрения логики, мне кажется, что каждому хочется, чтобы его дети жили, так сказать, в стране защищенной, в экономической развитой, чтобы были дороги прекрасные, образование, школы и так далее. Поэтому все их дети там на Западе учатся. Где дороги, где школы, где образование. Да, но Запад это, так сказать, одна из возможностей. И, соответственно, я как прагматик, думаю, что человек именно прагматического склада ума, он должен думать и не только в данном случае западник, да, не только о Западе, но и о своей стране, да, чтобы как бы не ложить все яйца в одну корзину. Вот, и с точки зрения прагматики, конечно, политики, они должны все-таки думать и о развитии нашей страны. Ну, они боятся. Все корзины опустошают периодически. Да, развитие, оно всегда в любой стране, оно происходит от мотивации. Вот мы говорим про американское чудо там или еще про какое-то. Там всегда есть мотивирующее, так сказать, в этом чуде. Соответственно, у нас, если государство будет более подходить ответственно к процессу, так сказать, частной жизни, личной жизни, религиозной жизни, мне кажется, можно добиться намного большего экономического результата, чем мы видим сейчас. Вот, то есть эти люди, ну, там, я не знаю, там, любые даже религии, они все равно приверженцы этих религий, они известны трудолюбием, они известны какой-то, так сказать, креативом и так далее. То есть государство, как прагматик, как релиофан, должно продвигать этих людей, то есть, наоборот, не пытаясь как-то ограничить их верование, но видя, что тот или иной человек, так сказать, занимается делом, положительным делом, он должен, наоборот, им помогать, а не пытаться, так сказать, подставить подножку. Вот, в этом смысле я считаю, что, конечно, религиозная свобода в России должна быть в каком-то смысле абсолютно. Да, могут быть преступления, я не спорю, что преступлений не бывает, в том числе и на религиозной почве, но, опять же, за это должны отвечать частные лица, да, то есть, как бы, человек пока не совершил преступления, он не может заведомо быть, как сказать, осужден или арестован и так далее. То есть, должно быть конкретное преступление, за которое судят человека, вот, и не должно быть какой-то кумулятивной ответственности, потому что, если будет кумулятивная ответственность, нам тогда нужно... Но, опять же, я говорю, что мне не видно прагматика, то есть, любые... Вы как прагматика, но разве в 37-м году была прагматика? Ну, я думаю, что в 37-м, наверное, как раз и была прагматика, там была борьба за власть Сталина, то есть, как бы, там были разные партии, были Бухарины, были, да, Зиновьи и Камени, то есть, и в процессе борьбы, конечно, они... Сталин пользовался, так сказать, очень брутальными методами. Вот, в данном случае... Крестное слово, к сталинским методам, брутальным. Вот, в данном случае, если мы реально хотим, так сказать, чтобы наша страна процветала, тем более, тем более, вот, когда говорят, что вот, там много врагов в округе, да, тем более, так сказать, вот, в современных обстоятельствах нужно беречь каждого гражданина. То есть, и так, человеческий ресурс у нас сейчас поколеблен, то есть, у нас происходит вымирание, так сказать, населения, все там, выезжая после ковида совсем, да, если мы будем еще разбрасываться человеческим ресурсом своих граждан, ну, к чему мы придем? Ну, запрещаем всем, а дальше что? То есть, дальше, вот, как вот, я не вижу просто, какого будет развития, да, за счет чего? Потому что человеческий капитал, это всегда является основной составляющей или фундаментом любого развития. Вот, человеческий капитал, он создается даже веками, то есть, не то, что я проснулся, а завтра мы сделаем так, да, вот, и мотивирующая, очень важно. Вот я, к примеру, вот, пример такой приведу. Ну, как бы меня тоже интересовало, я очень много вопросов по этому задавал, почему есть у нас антагонизм, вернее, даже не у нас, ну, я согласен, но у Америки, к примеру, там, к России. Вот, Россия не является конкурентом, да, то есть, как бы экономически почти, там, один процент или два, идеологически уж точно, да, то есть, мы в каком-то смысле более капиталистически ориентированы, вот, и почему вот этот антагонизм продолжается, вот, и мне там вот говорят, ну, это, наверное, там, в Америке евреи с колобби, я говорю, ну, а при чем евреи с колобби, если там в России, ну, я не знаю, евреев тоже немало живет, и никто их не трогает, то есть, как они будут там против своих, что ли, там, бастовать. Вот, мне люди объяснили, говорят, что вот на самом деле, то есть, многие евреи не могут забыть погромов, то есть, там, более чем сто лет недавности. То есть, религия, чем она в каком-то смысле опасна? Что если оно начинает кодифицировать историю, то есть, если в ее истории было какое-то гонение, любая религия, то есть, об этом будут помнить через две тысячи лет. То есть, грубо говоря, христиане, вот, две тысячи лет прошло, они помнят Нерона, они помнят римских императоров, к ним негативно относятся, евреи, если было гонение, так сказать, со стороны фараонов, они до сих пор вот в Библии все это кодифицировали, и через две тысячи лет они будут это помнить, да? Вот, если староверы гонения были там 400 лет назад, они это помнят сейчас, как будто это вчера произошло. То же самое и по отношению к любой религии. То есть, если вы допускаете какую-то агрессию по отношению к религии, тем самым вы даже им помогаете, что они, для них вы доказываете их истинность, они это кодифицируют, передают это из поколения в поколение, так сказать, своим детям, что нас гнали, вот, говорят, где их гнали, и, грубо говоря, через несколько поколений люди будут относиться негативно именно в своем религиозном сознании. Поэтому, то есть, вот эти вот гонения на любые религии, да, казалось бы, там даже какие-то странные, нетрадиционные и так далее, они на самом деле опасны для тех, кто занимается этими гонениями. Потому что вот мы там пытаемся там говорить, вот даже там сказать, вот давайте не говорить там, как Сталин гнал. Ну а как вы не будете говорить, если люди это помнят, если они передают это с поколения в поколение, и через тысяча лет семья, которая была подвержена этим гонениям, она будет помнить, что Сталин и гнал, понимаете, да? И она не будет иметь никакой лояльности к Сталину даже через тысячу лет. То же самое касается, так сказать, по отношению к гонениям к любой религии. Этим как раз гонения опасны на любую религию. Американцы, поняв это 10 лет назад, дали полностью свободу всем религиям. В этом и объясняется их чудо, чудо экономического развития Америки. Потому что они как раз, поняв этот психологический фактор человека, потому что они все сами были иммигрантами, да, как раз по религиозным признакам, поняв это, они как раз утвердили их государство на базе религиозной свободы. Вот, поэтому даже если, вот мы там говорим, что там вот они там бомбят ту страну, бомбят эту страну, но они никогда не бомбили, как раз там, или никого-то не преследовали под знаменем давления на религию. И поэтому люди, они могут как раз легче забыть, что к ним была применена какая-то агрессия, если это не имело, так сказать, какую-то подоплеку религиозную. Как только религиозно, это из поколения в поколение, из уста в уста передается. И негатив, он остается на века. Вот, поэтому, как бы, те, кто в нашей стране занимается вот этими, так сказать, вопросами, да, они должны это понимать. Понятно, что проблема в том, что многие деятели наши, там, они исповедуют атеизм, да, то есть, ну, как ты им объяснишь это? То есть, он не поймет этого. То есть, это как бы люди, которые атеисты, мне кажется, они не должны совершенно заниматься религиозными вопросами. Потому что он никогда не поймет человека. То есть, он никогда не поймет вот эту религиозную составляющую. И он всегда сделает ошибку. Вот, поэтому, как мой отец и сказал, что нет хорошей или плохой религии, есть только безбожие и религиозность. Вот, люди, которые, так сказать, знают, что такое вера в Бога, они никогда не сделают эти ошибки. Потому что они знают на своем опыте, чем это чревато, как это опасно и так далее. Вот в своей статье вы буквально кричите об этом, обо всех проблемах России. И вот вы пишете буквально, Россия, для меня это крик. Чем больше я перечитываю, Россия занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству разводов, самоубийств. Да, да, такие есть. Случаи заболеваемого алкоголизма, наркомания, ВИЧ на душу населения. Уже несколько лет подряд отрицательный демографический динамик. Вы кричите об этом? Да не только вы, уже многие кричат об этом. Но что происходит? Государство в какой вид-то делает? Не, ну вот я об этом и говорю, знаете, вот я опять же с точки зрения прагматики, математической прагматики, то есть ученой прагматики. Ты что, делаешь эксперимент, потом смотришь, к чему это приводит. То есть этот эксперимент делается, смотрится, что страна... У нас уже делали эксперименты сто лет назад. Совершенно верно, да. Зачем повторять, если это уже как бы пытались, и в итоге отрицательные показатели. То есть вы попробуйте по-другому, может получится по-другому. Вот, а по-другому, мне кажется, это уважение к человеческой личности, уважение к его религиозности, какая бы она странной вам ни казалась. Вот, человек, если верит, как-то верит. То есть то, что верит так, как вам кажется, что это неправильно, он верит, но все равно, если он верит, это должно уважаться, потому что это на очень глубоком психологическом уровне находится. Он может сам осознать неправильность этой веры, но пока он верит вот именно так, он не должен преследоваться, он не должен, вот именно за свою веру, он не должен подвергаться каким-то нападкам и так далее. То есть тогда человек растет креативно, лояльно государству, к окружению и так далее. Вот, может быть, пора, так сказать, нам испытать, так сказать, провести этот опыт, что государство, наоборот, помогает религиям, государство, наоборот, дает свободу религиозным движениям. Может быть, вот в процессе как раз выстраивания отношений между государством и религиями должны быть религиозные люди и среды, так сказать, религий, которые могут донести до государства вот эти вот как раз религиозные идеологемы, религиозные логические составляющие. Почему они не доносили до государства? Почему они донесли с этими скрепами? Ну, я вот, к сожалению, наверное, так сказать, решения не они принимают. Да, да, но это уже другой вопрос. То есть, как бы, это другой вопрос. Понятно, что каждая религия, как каждый институт, как каждая компания будет стремиться к какой-то монополии. Вот, и понятно, что ни в коем случае это нельзя допускать. Потому что, ну, это все равно, что, знаете, там, есть Макдональдс, есть там Бургер-Хинг, или Пепси-Кола и Кока-Кола, да. Но нельзя, как бы, давать одной преференции, да. То есть, должно быть и то, и другое. Тогда будет развитие. Как ты только одно запретил, а другое разрешил, сразу же выросли там цены, сразу же они начинают нагреть, сразу же они ставят, так сказать, свои условия и так далее, да. То есть, государству, как прагматику, нужно уметь, так сказать, способствовать тому, чтобы все развивали и имели свою маленькую поляну, да. И, соответственно, они будут лояльны к такому государству, они будут в итоге креативными, они в итоге будут создавать страну, развивать ее и так далее. То есть, главное, мне кажется, в этом вопросе не мешать, да. То есть, как бы, давая всем равные возможности, не выделяя, вот вы религия, а вы не религия, да. Ну, а кто сказал? То есть, это кто, атеист, какой-то там Маркс сказал, или кто это сказал, да. Помните, как в собачьем сердце, сердце, что это Маркс, где-то у Маркса написано, вот, что вот эта религия, это не религия, да. То есть, как бы, уже тогда или вообще всех запрещайте, да, как там при советском времени, да. Ну, уже было, да. Или дайте всем, как бы, возможность роста. Пусть будет конкуренция, пусть православная церковь докажет конкурентной борьбе, что у нас и истина. То есть, как бы, эти люди, они к ней придут, то есть, и есть такие процессы, да. Вот, ведется проповедь, показывается своей жизнью, что твоя вера и истина, вот. И, соответственно, человек, который это видит, сам приходит, да. Ну, вот через рестрикции это ни к чему не приведет. То есть, приведет через только какой-то диалог, через конкурентную, даже в каком-то смысле борьбу. Вот. Спасибо вам за такие примеры насчет Макдональдса и Кока-Колы. Они действительно... Ну, это во всем. То есть, это кажется, что, знаете, что это разные вещи. Это кажется разным, но это все область психологии, в том числе и религия. Это область психологии. Вот. Соответственно, религия, она находится в области также каких-то психологических идеологий человека. Вот. И если религия тоже, если религии дается право монополии, то происходит то, что происходит. Это не касается только православия. Если вы возьмите, допустим, западный мир, там мы говорим про католичество, что вот там такое огромное количество педофилии и так далее. Как раз практика показывает, что в тех странах, где они пользуются монополией. То есть, происходят основные проблемы, происходят там. Где люди добиваются монополия, они уже не следят за даже своим каким-то внешним восприятием, да, со стороны публики. Вот. И происходит в том числе моральная деградация. Вот. Там, где религия пользуется, как раз, то есть, находится, так сказать, в стадии, то есть, меньшинства, она всегда, в каком-то смысле, в моральном смысле слова, более очищена, чем доминирующая религия. То есть, это законы конкуренции, законы мироздания. Вот. Поэтому, если продвигать, опять же, это не только касается России, это касается всего мира, да, то есть, не должно быть религиозной монополии. То есть, как бы, религия должна находиться в такой же положении, как и все, да, то есть, как бы, на уровне конкурентной борьбы. Вот. Тогда будет происходить очищение, тогда будет происходить развитие. И тогда, может быть, меньше нужно будет применять всякие, так сказать, запретительные законы. Ссылочку на статью дадим. Пожалуйста. Но у меня последний вопрос. Я буду очень рад. Подытоживая, вопрос, наверное, двусмысленный будет. 37-й год приближается? Ну, сложно сказать, приближается или уже приблизился. Двоякий вопрос. Мы живем в 21-22 году. Еще раз, 37-й год приближается? Ну, 37-й год 21-го века, я думаю, что приближается. Вот. Если мы говорим о политическом статусе, политическом положении, я считаю так, что история человека, вот если мы посмотрим историю человечества, ну, к примеру, допустим, со времен Христа, то увидим очень парадоксальный факт, что человечество с точки зрения экономики, с точки зрения технологии, прогресса очень сильно развилось. То есть, ну, просто там, в миллиарды раз. А с точки зрения морали оно остается тем же самым. Вот нет ничего такого, чего не было бы раньше, да, и в том числе и в современном мире. То есть, человек, к сожалению, за 2000 лет, он не показал какое-то моральное развитие. То есть, это странно, да? Другая вещь еще, вот мне тоже спрашивают, или вернее, я спрашиваю людей, чем отличается человек от животного. Вот. Ну, все там начинают философствовать, я отвечаю на это так, что двумя неделями, что если человек, две недели не поест, он будет, так сказать, ну, мало чем отличаться от животного. Вот. Я к чему веду, что все зависит от условий, все зависит от контекста. Вот. Ну, конечно же, от милости Божьей. То есть, мы надеемся, что Господь, он, так сказать, не допустит того, что было. То есть, как бы, ну, не только нашей страны это касается. Это вот говорят там про Третью мировую, идет она или нет. Ну, как вот люди поубивали столько миллионов во Второй мировой, да, то есть, и ничему не научились, и строят еще больше бомбы, еще больше, так сказать. Ну, вот это, как сказать, как раз про человека, да, что все может случиться, все может статься. Вот. мы можем молиться и говорить, и пытаться на своей поляне как-то влиять, то есть, пытаться какие-то положительные зерна сеять, надеясь, что эти зерна вырастут в какой-то прекрасный сад. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как сказал Иисус Христос, никто не знает ни дня, ни часа, только Отец наш Небесный. То же самое здесь. Никто не знает. То есть, все в руках Божьих, все полагаемся на милость Божию, а от нас зависит в том числе, каким будет мир завтра. От нас в том смысле, чем мы занимаемся, что мы делаем, пытаемся ли мы мир делать прекраснее или скучнее. Вот. Поэтому ответ таков. Все в руках Божьих. Спасибо вам большое. Вам за приглашение. Мы надеемся, что дальше будем следить за вашим публикацией, за вашей деятельностью. Спасибо за приглашение. Спасибо. Вы провели недавно круглый стол еще. Мы пытаемся проводить ежемесячно. Меня очень интересует тема религиозной свободы. Опять же, повторюсь, потому что это всегда была тема старобрядчества. Вера, они, как никто другой знает, что такое гонение по религиозному принципу. Пережив это, так сказать, имея это в своих генах, они пытаются донести это, так сказать, до окружения. Я думаю, что прямо в ближайшее время, я вам скажу, может быть, даже через неделю, если будете, так сказать, в городе, с удовольствием буду вас видеть среди наших гостей. Потому что темы, которые вы поднимаете и начинаете обсуждать, они очень созвучны с тем, что мы делаем здесь тоже, и на канале в том числе. Да, мы ничего плохого не делаем. Мы пытаемся быть конструктивными. Мы пытаемся донести христианскую как раз позицию. Мы говорим про то, что когда атеисты принимают решения, мы пытаемся просто доносить христианское мнение, христианское видение. Я бы сказал, даже не христианское, религиозное видение. Спасибо. Канал «Взгляд с небесный». Я епископ Альберт Радкин. Наш гость Леонид Севастьянов. Всемирный. Союз староверов. Спасибо огромное. Вам. Спасибо, Христос.